Сказ – литературный жанр, в основе которого лежат произведения устного народного творчества о событиях прошлого или современности. Повествование в сказе ведется от лица рассказчика с учетом особенностей его языка и характера. Поэтому в таком произведении можно заметить неграмотную речь, диалектные или жаргонные слова, которые использует народ. А еще в сказе реальные исторические события могут запросто переплетаться с вымыслом. Такой прием использовал, например, Николай Семенович Лесков в сказе «Левша». Это история о том, как тульский оружейник «Левша» с товарищами превзошел английских мастеров, сумев подковать крошечную заводную блоху. Герои сказа – это реально существовавшие люди – русские императоры, атаман платов и мастера из Тулы. При этом главный двигатель сюжета – это блоха, фантастическая диковинка. Она настолько маленькая, что разглядеть ее можно только в микроскоп. Однако тульские мастера смогли ее не только подковать, но и высечь на ее подковках свои имена. И это безо всяких телескопов. Историю «Левши» повествует некий рассказчик. В его языке много устаревших слов, просторичных выражений и ненамеренно исковерканных иностранных слов. Например, он говорит «люстры» вместо «люстры», «мелкоскоп» вместо «микроскоп», «твердиземное море» вместо «средиземное». Так рассказывать историю мог бы человек, который слышал много новых для него слов и хочет блеснуть своими знаниями, но делает это неумело. Интересно, что Лесков так мастерски воспроизвел устную народную речь, что публика охотно поверила предисловию «Левши». А в нем говорится, что Лесков якобы записал эту историю со слов старого оружейника. Впоследствии автору даже пришлось доказывать, что Левшу он целиком выдумал и никто ничего ему не рассказывал.